ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Говорят, те, кому не хватает любви, очень любят сладкое. Сегодня наши девчонки отправятся на кондитерскую фабрику. Для ребят это повод задуматься. Может быть, они недостаточно активны в проявлении своих чувств? Сегодня 113-й день телестройки, и наш лагерь вновь лишился влюбленной пары. Стас и Яна не смогли построить отношения и опять вернулись в ряды одиночек. Рома и Оля после серьезного конфликта наслаждаются обществом друг друга в своем домике. Хотя такое положение дел не совсем устраивает Катю. Рома ей явно не безразличен. Май и Солнце все больше времени проводят вместе, и в лагере уже пошли слухи о их взаимных чувствах. Саша Нелидов настроен философски и не предпринимает никаких попыток, чтобы повлиять на ход событий. Ладно, много не сожру все, Саша. Много не ешь ты, за ним поберегись. Саша, мне надо разгуливаться, мне не надо. Мне же хочется немножко садить. Чтобы уже забыли, чтобы уже забыли. Николь, ты тоже с нами оставался. Кто будет готовить? Кеша! Привет! 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 Мы пропадем! Черт! Мы пропадем без вас! Стал пианист, и танец назвал, и на глазах всех к вам я сейчас, идущий в зал. Я пригласить хочу на танец вас, и только вас. И не случайно этот танец два с вихрем за круг, Белый танец окружит, Белый танец песни подружит, Белый танец нас. Везде, в туалете, в постели, на кухне, в соке, в бутербродах, везде пчелы нахрен их. Осва, пчелы. Ну, осва какая родится. Твои, кстати, дроганы. Да, мои чуваки. Привет, передавали. Везде они, абсолютно. Сначала муравьи тусовали в зиму, привет, короче, меня зовут рекомендую. Пошла отсюда скотина полосатая, бахнорылая. Мне что-то скотина полосатая, бахнорылая. Знаешь, куда? Куда это мое? Куда? Это скотина полосатая, ты меня еще ответишь. Он тебе сказал. Я это, я про осу, Кешку. Надо это, тоже полосатая. Он же про осу, а не про тебя. Ты что, Кеш, духары? Она же тоже полосатая. Ноги, скотина, правильно? Нет, Кеш, ты не, ты самый, перестань. Я не про тебя, я про осу говорил. Тут дюхары. Он про вас говорил. Ты боишься вылиться с проекта? Нет, я при любом раскладе остаюсь в выигрыше. Я встретила Майя, я с ним общалась. Для меня это просто проблема максимум. Конечно, мне безумно жаль, что у нас ничего не получилось. Но, как я сказал, очень умный человек. Есть люди, которые нравятся, или есть люди, которые не нравятся. Это не значит, что ты плохая или он. Нет, конечно. Просто вы не нравитесь. Не то, что не нравится. Даже, может быть, не нравится, но не подходите просто друг к другу. Вот, кстати, по поводу, подходите, мы подходим. Он не считает, что, может быть, ему не очень комфортно было бы, допустим. Вот я про что говорю. Понимаешь, ему подходит, вот ему интересное солнце. Это не говорит о том, что ты плохая, допустим, или он плохой. Я другая просто. Просто это не то, что ему нужно. Вот и все. Вот. Это совершенно нормально. Это совершенно нормально. Но, опять же, вот он солнце не воспринимает, как девушку. Доброе утро, ребятчики. Доброе утро. Ну что, наши девчонки сегодня уехали на романтическое свидание с шоколадом. Поэтому остаются у нас только Кеша и Катя. Девчонки, сегодня ваш шанс. Помяните мое слово. Ну что ж, на обед готовить вкусный, сочный обед остается у нас Май и Саша Неледов. На убираться будет у нас Кешенька. Ну а остальные за мной на стройку. Отлично. Спел. Спел. Одна с мужиками. Не могу больше. Вы что-то сюда? Не знаю куда. Сюда-сюда. Для начала надо прибраться на кухню. Для этого есть дежурные. Давайте. Нет, для этого у нас есть вы, мальчик. Не срежет, я не могу сказать. Мы не можем прибраться. А что вы можете? Устроить дуэль на ножах? Мы можем готовить еду. О, это пельмени все. Саша, они в камешек срослись уже давно. Я вижу. А, вот у нас еще картошки много, оказывается. Ну что, а солнце поехало, значит, у нас за шоколадом. Да. А есть, почему любви не хватает? У меня, смотри, два очаровательных поклонника. И муж есть, и любовник. Чего ей не хватает? Солнце запрещает. Хрена есть и шоколад. Солнце запрещает себе любовь. Что значит запрещает себе любовь? Так, и что мы будем делать? Ну что, я думаю, ты будешь насыпать меня и я таскать, потому что ты навряд ли таскать сможешь. Отлично, я не зря взял лопату. Видишь, как он на плохом состоянии. А у меня, наверное, уже перчатки даруют. Это пророк. У меня дырявые перчатки. Ничего страшного. Тут нет ничего страшного. Все отлично. Как же я буду уменен? Все прекрасно. У меня позорки натрутятся. Степ, посчитай, сколько там осталось? Вот гипсокартона на первом этаже. Вот в той комнате. Сейчас мы дадим сначала. Давай, подавай. Тихо, тихо, тихо. Там как раз, что 15? Ой, извини. Не торопись, не надо. А Нелина вообще на сроку приходил? А его оставили готовы. Давай, поднимай. Солнце загадка, Джина. Загадка. А ее отношения с Майем для тебя тоже загадка? Да, тоже загадка. Май, может, ты тогда нам прояснишь? Вот мы с Сашей пришли к выводу. Он сказал, что отношение Солнца с тобой для него загадка. Может, ты ему... Мне кажется, Солнце... Разгадаешь загадку. Кидает Майя. Кидает Майя. Он с ним дрожит, чтобы создать пару. Она его кидает сегодня. Мне кажется. Май! Работаем, девчонки. Слушай, нормально, я себе так нагрузила-то. Идите здесь. Так, не учи ученого, пожалуйста. Давай там работаю, у тебя есть задание. Не туждайтесь. Если нужна помощь, я здесь. Смотри, ураль, пошли. Ром, я боюсь, что я не поднимусь, я знаю. Так, теперь направо. Смотри, как тут клево. Теперь немножко налево. Ну, подожди, какой... На. Нравится? Нравится. Ну, как непонятно, что ты там подслушивала, улазила под дверью. Я не лазила, я проходила несколько раз, потому что я выкидывала. Проклада дофигища сегодня. Я серьезно? Послушивала. Хватит искать во мне одни слошные недостатки! Я хочу сделать мое сюрприз. Да, да. Давайте я подробно. Да. Слушай, ну, он стал себя вести достаточно агрессивно по отношению к тебе раньше. Такого не было. Я считаю... Почему ты совсем не защищаешься? Ну, я уверен в себе. Зачем? Я считаю, это агонию предсмертную. То, что он пытается сейчас из воздуха садкать. Ты считаешь, вы будете вместе? Точно нет. Да, конечно. Ты с Солнцем будешь вместе, ты считаешь? Да. Ты в этом уверен? Да, я уверен. Солнце мне нужна, и я буду за ним бороться. Давай, Степан, быстрее! Классно. Девчонки! У тебя сейчас чувство к мое? Я стабильна в этом плане. А что ты думаешь по поводу его отношений с Солнцем? Мне хочется верить, что это творческий союз. Что значит хочется верить? Ну, значит, что я вижу творческий союз, но в глубине души, как бы, я такой червячок сомнений. Может, там что-то больше, но больше со стороны Мая, не со стороны Солнца. То есть ты считаешь, что Солнцу Май не нравится? Как парень нет. Как партнер творческий, да. То есть ты думаешь, что она его воспринимает как друга и партнера, а он чуть-чуть в нее влюблен? Так получается? Ну, получается, да. Май, он не делает каких-то, знаете, не приглашает там Солнца на свидание, да, то есть они пытаются там ее обнять, нет. Но все равно он проводит с ней достаточно много времени. И Солнце сейчас начинает отдаляться постепенно от Александра. Может быть, она ошиблась, сделав выбор, вернувшись опять к Александру? На мой взгляд, Солнце в самом начале творческого пути и являясь человеком с большим потенциалом, еще далеко не раскрывшимся, ей все-таки, вот на мой взгляд, по статусу творческому ближе Май. С одной стороны, да, но, честно говоря, я, ну, просто не знаю Солнца как женщину, да, что ей надо. Вот, и может быть, Александр Нелидов, еще далеко не раскрывшийся человек, чисто в житейском плане Солнцу будет ближе, понятнее, как-то, вот именно некий тыл Солнца. Ром, ну вот если бы с Олей такая ситуация была, ты бы стал бы все это терпеть? Нет. Нет, я не, я... Что бы ты сделал? Я не знаю, если бы в жизни все было бы очень просто. А тут у нас телевизор, вот, и надо решать дела как-то галантно, бороться там, еще что-то, вот. Вообще... Ну что бы ты в жизни сделал, просто разошелся? Нет, нет, почему? Я бы побеседовал с Майем. Очень мило, корректно. Бить буду точно, но сильно. И все. И вопрос решится. То есть ты мне враг? Я тебе враг? Да, ты мне враг? Подожди, ты только что кричал. Я желаю Солнцу счастья с человеком, с другим человеком, если ей плохо со мной. Разве я могу быть врагом, если ты хочешь сделать Солнце счастливой? Может, потому что я не считаю тебя достойным Солнца. Но она тебе не принадлежит, чтобы ты так распоряжался? А, я ей не распоряжаюсь. Что ты делаешь? Я делаю посильнее от меня вещи, и буду, например, вскрывать твою лживую натуру. Потому что то, что ты делаешь ты, это некрасиво. Солнце, она в процессе, понимаешь, она купается в этом, ей нужно это. Как бы, да, и может быть, не Лидов... Да, от этого будут грустные песни, это все понятно, от этого будут какие-то эмоции. Ну и все, это творчество, понимаешь? Хорошо, это творчество. Для Саши это школа некая своя, да? Если он через это пройдет, значит, все будет хорошо, значит, он сможет остаться с Солнцем. Ему это нужно.